Матчевые встречи – это возможность выйти в ринг и побоксировать со спортсменами из других клубов. Боксеры не знают друг друга, а значит, поединок выстраивается прямо внутри ринга. Начинающие бойцы учатся моментально принимать решения, обретают психологическую устойчивость. Второй аспект – это работа тренера. Наставники, наблюдающие за своими подопечными, анализируют технику боксеров, видят недоработки, понимают, в какое русло необходимо направить индивидуальные тренировки. В этот раз в ринг центра бокса имени Юрия Арбачакова вышли почти восемь десятков спортсменов от 9 до 13 лет. Соревнования проводятся по принципу одной возрастной группы, а это значит, что боксируют ребята только со своим годом, а не как на крупных соревнованиях. Формула поединка для этого возраста – три раунда по одной минуте. Мы проводим товарищеские бои, приуроченные к 75-летию победе в Великой Отечественной войне. Товарищеские бои нужны для развития спортсменов, для повышения их мастерства, для выявления сильнейших спортсменов, для роста будущего поколения, сильного, здорового, чтобы могли защищать нашу страну. Такой подход в Прокофьевской школе бокса давно отработан и проверен годами. Результат налицо. Наши земляки регулярно в числе первых на соревнованиях самого престижного уровня. Так, например, на прошедших в начале марта в Таштаголе чемпионате и первенстве Кузбасса по боксу наш именитый боксер, мастер спорта России международного класса Игорь Харитонов стал победителем чемпионата в категории 75 килограммов. Такую же награду, но уже в 56-й категории, завоевал Никита Буренков. В первенстве золотом обзавелся Никита Бруенок. Буренков Никита. У Никиты весовая категория 56. Как бы провел два боя, в обоих победил. Игорь Харитонов провел первый бой с Кемеровским боксером, уже с конкурентом, они уже много раз встречались. А в финале боксировал с представителем города Мыски. Кроме того, прокопчане привезли домой еще по три серебра и бронзы. Станислав Белоедов, Новости Прокопьевска.